Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и... И моя мамочка! Всем привет! Сегодня мы снимаем мукбанг с мамой. У нас сегодня будет мороженое и куча вопросов, которые вы мне задали в инстаграме. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в следующем моем видео, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка будет в инфобоксе. У меня мама очень любит мороженое. Бери, мамочка, и мы приступаем. Спасибо. Вопросов было очень-очень много, мы даже, если честно, не ожидали. И все вопросы для тебя, мама. Я готова. Я отвечу на все вопросы. А первый вопрос, и самый, наверное, популярный вопрос. Как ты относишься к тому, что твоя дочка занимается видеоблогерством? Очень хорошо отношусь. Мама меня всегда поддерживает, и это самое главное. Если в вас дома не верят, то у вас, скорее всего, ничего не получится. Мама всегда знала, что у меня наберутся подписчики и так далее. Какая Айка в детстве была ребенком? Очень хорошим ребенком была. Хвали меня, хвали. Да. Да, спокойная. Вообще, проблем с ней никогда у меня не было. Вы слышали? Как твоя мама отреагировала, что после косметики ты начала снимать видео про еду? Вот тебе какой формат больше нравится в видео? Мне, честно, нравилось больше про косметику. Тебе, если это нравится. Как если жене, мне очень нравится. Таша, она вообще мало ела. И мы всегда насчет этого ругались. Как твоя мама познакомилась с твоим папой? Рассказывай, мам. Ой, это, наверное, оставим для папы. Папа сам расскажет. Папу тоже приведем сюда, вся семейка. Да, если ей удастся, наверное, папа сам расскажет. Я не буду. Ладно. Часто ли мы ссоримся с мамой? На самом деле, вообще нет. У нас полное взаимопонимание. Я реально не помню, когда мы в последний раз с мамой ругались. Да, да, да. Правильно, все правильно. Всегда я иду первая мириться. Да, мам? Ну, очень бывает редко у нас ссоры. Да, мириться всегда, Айка. Как ты относишься к Фате? И знакомы ли вы с Фатиной мамой? К сожалению, с Фатиной мамой еще не знакомы мы. Все впереди. Все впереди. А к Фате очень хорошо отношусь. Очень хорошая девочка, воспитанная. Я люблю ее. Во сколько лет ты меня родила? 22. Прям в моем возрасте. Следующий вопрос. Кого ты больше любишь? Своего сына или меня? На этот вопрос невозможно ответить. Просто невозможно. Кого-то любит больше, а кого-то меньше. Мне бабушка всегда говорит, дети, это как говорят, твои пальцы. Вот ты смотришь на свои пальцы, говорит, ты какой-то палец больше любишь? Да. Я так посмотрела, мне вот этот вот средний очень нравится. Хотела бы мама переехать в другую страну? Нет, я бы не хотела. Тебе комфортно здесь? Да, нормально. Шелли задает вопрос. Ты же знакома с моей подругой? Да, да, да. Она задает вопрос. Как ты ее уговорила? Да, я как-то в одном видео сказала, что я снимаю видео с мамой. Потом понеслось кучу комментариев, что где мама, где мама. Я говорю, мама, меня захейтят. Если ты не появишься в кадре, меня захейтят. Мама сказала, хорошо. Она из-за комментариев готова на все. Про комментарии. Спасибо всем за добрые слова. Вот в адрес моей дочери. Хотела бы с мамой поехать в отпуск куда-нибудь, например, в Турцию? Почему бы и нет? Мы с мамой вдвоем никогда нигде не были, кстати. Следующим летом это надо исправить. А если дела будут идти хорошо, дай бог. Следующим летом. Радуетесь ли вы тем, чем занимается ваша дочь? Гордость распирает, что я могу в банке. Какие планы у тебя на дальнейшее на дочь? Планы? Мои-то планы ее поскорее замуж выдать. Но у нас не сходятся планы. Вот проблема в чем? Проблема в том, что планы не сходятся. Следующий вопрос. Какого зятя вы хотите для своей дочери? Зятя? Наверное, перспективного. Самое главное, чтобы он был умный, семьянином. Остальное все будет. А здесь тоже у нас с мамой вкусы расходятся. Расскажи о моих плохих качествах. Плохие качества у нее? Полно, да? Не полно, но вот самое то, что меня раздражает. Она вот не умеет ложить вещи на места. Вот разбрасывает, сколько ей не говори. Вот бесполезно. Вот это очень раздражает меня. Разве? А так все нормально. А так все остальное терпимо. Здесь вопрос. Будешь ли ты плакать, когда меня выдашь замуж? Думаю, что нет. Наоборот. Она двери повесит, возврату и обмену не подлежит. Да, да. Думаю, что нет. Ну, кто не в курсе, у нас в Азербайджане есть традиция. Когда девушку выдают замуж, она и сама плачет, потому что она прощается с отцовским домом и переезжает в новый дом. Ее родители плачут. Но в нашей семье, мне кажется, мы обойдемся без этих традиций. Считает ли мама тебя успешной? Похвали меня, мама. Да, я считаю ее успешной. Она закончила университет без всяких проблем. Училась неплохо, хорошо. Проблемы были, ты об этом не знал. Ну, не отличницей была, но проблем с ней никогда у меня не было. Какое видео ты больше всего любишь на моем канале? Вот ты как зритель, вот смотришь. Я люблю, когда они едят суши вместе с Фадей. Вот это видео мне больше всех нравится. Я тебе скажу так, не только тебе. То есть очень много на нем просмотров. Если вы не видели это видео, я оставлю ссылку в инфобоксе. Они так аппетитно едят. Хотя я сама не любить, я даже не пробовала никогда. Да, у меня мама не любит что-то странное пробовать. Я хотела ее уговорить попробовать осьминога, но не получилось. Очень много хороших комментариев касательно мамы. Это очень приятно, спасибо вам большое. А, самый главный вопрос, который очень часто задают, но я забыла про него. Как зовут маму в конце видео и сколько ей лет? Меня зовут Гюля, мне 48 лет. На каком языке вы разговариваете с мамой? В основном это русский язык. Ну, мы часто говорим на лизгинском языке дома. У нас дома бабушка с нами живет. Айка чисто знает лизгинский язык. Да! Твое коронное блюдо. Мое? Нет, мое. Я готовить умею, что ли? В Азербайджане есть такое блюдо. Три сестры. Учбаджа. Вот это мое коронное блюдо. Я ее очень вкусно готовлю. Это что-то вроде голубцов. Да. Это фаршированные овощи, то есть помидор, перчик и баклажан с мясом. Очень вкусно маме его делать. Кстати, надо заснять такое видео, как я ем. Да, приготовлю обязательно. Не говорю конкретно когда, потому что не знаю. Самое хорошее качество в твоей дочери? Она добрая, отзывчивая девочка. Вот это у нее самое хорошее качество. Она всегда думает о семье, о близких. И это искренне, я говорю, не на камеру. Действительно, это так. Хотела бы ты еще дочку? Еще одну. Нет. Достаточно, да? Нет, достаточно, конечно. Хотя дочка у меня очень хорошая, но... Хватит. Хватит, да. Сразу видно, что воя. Не зря я мукбанкер, смотрите, мама уже все съела. Да. Я тут пока вопросы читаю. Слушай, мама может тебе тоже открыть канал про мукбанки? Нет, спасибо. Такой вопрос. У кого мама готовит вкуснее? Мама Фати или моя мама? То есть, мне кажется, у каждого есть какие-то свои коронные блюда. Я не пробовала, например, одинаковое блюдо в приготовлении мамы и в приготовлении мамы Фати. Но Фати на маму тоже очень вкусно готовит. Кстати, огромный ей привет отсюда. Фати, ждем тебя тоже с мамой. В кадре вдвоем. Следующий вопрос. Почему мы в видео не говорим на азербайджанском языке? У меня мама знает азербайджанский язык, правильно? Я знаю. Просто так как мой канал на русском языке, я не могу сюда заливать видео на азербайджанском. Как считает твоя мама? Ты похожа на нее или нет? Не знаю, честно говоря. Людям со стороны, по-моему, виднее, похожи мы или нет. Некоторые говорят очень похожи, а некоторые говорят вообще не похожи. Поэтому... Давайте сделаем так. Напишите в комментариях, как вы думаете, похожи мы с мамой или нет. И мы узнаем уж точно, похожи мы или нет. Если бы ты выиграла 5 миллион рублей, на что бы ты эти деньги потратила? Да. Я даже об этом никогда не думала, если честно. Не знаю. Сразу не смогу сказать. Купила бы квартиру еще одну. Да. Купила бы, конечно. Но какую-то часть можно было вот на детские дома или куда-нибудь вот нуждающимся. Например, животным. Ты любишь животных, мам? Домашних. Я люблю животных. Но я людей больше люблю, если честно. Я не буду лукавить. Вот, которые тяжелый живот, попрощайничает. Вот, им бы помогла бы. А я животным. Вот в этом мы разные. Детям будет помогать государство. А вот животным кто поможет? Хорошо, что мамы с тобой не спорили на деньги. А то бы ты меня порвала, как тузик грелку. Посмотрите. У меня здесь все осталось, а она уже все, все закончила. Вот когда вы говорите, что Айка, как ты много ешь? В кого ты? Вот. А на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если вы хотите еще чаще видеть мою маму в кадре, то обязательно пишите в комментариях. Мам, ты согласна еще раз в гости прийти к нам? Еще не знаю. Мы ее уговорим. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok